Пересказ на итоговом собеседовании пугает многих, но в этом видео расскажу, как справиться со вторым заданием устного экзамена. Кстати, меня зовут Настя Гласная, и я преподаватель русского языка в онлайн-школе УМСКОЛ. У меня есть открытый телеграм-канал, он называется «Территория русского языка». Обязательно переходи по этому QR-коду или по ссылке в описании к этому видео и подписывайся. Там ты найдешь огромное количество полезных и бесплатных файлов для подготовки не только к итоговому собеседованию, но и коге по русскому языку. Буду тебя ждать. Итак, что же такое второе задание итогового собеседования? Во-первых, это пересказ текста из первого задания. Да, вы уже готовились к чтению этого текста, вы уже выразительно его читали, а теперь вам нужно его пересказать. На подготовку дается 2 минуты. Конечно, можно выписывать важные детали из текста. Для этого у вас будет поле для заметок. И да, вы сможете пользоваться полем для заметок даже во время пересказа. За пересказ можно получить до 4 баллов, но только в том случае, если мы не просто дадим пересказ этого текста, но если мы сможем включить цитату и сделать это максимально логично. То есть второе задание устного экзамена по русскому языку представляет собой не только пересказ текста. Здесь мы должны пересказать текст, ну и, конечно же, правильно и логично вставить цитату. Обрати внимание, что сама цитата нам дана, поэтому нам не нужно никуда пытаться ее переписать или, к примеру, заучить. Она будет лежать прямо перед нами, даже во время пересказа. Наша основная задача, во-первых, познакомиться с текстом, далее прочитать цитату и понять, после какого абзаца, то есть в какой части текста наиболее уместно эту цитату включить. А потом пересказать этот текст, пользуясь полем для заметок и, конечно, цитатой, которая будет лежать прямо перед нами. Главное, что пугает многих ребят, это, конечно, страх перед неизвестностью. Но по факту нам давно понятно, какие тексты дают на итоговом собеседовании. Это по-любому публицистический стиль. И любой текст, который может встретиться тебе на устном экзамене, будет посвящен известной личности, которая внесла вклад в развитие нашей страны. Именно поэтому там мы увидим и краткую биографию этой личности, и, конечно, заслуги этой личности. Объем текста, как правило, 160-200 слов. То есть мы уже понимаем, какие именно тексты нам встречаются. Да, это тексты не о природе, не о чем-то абстрактном. Эти тексты посвящены личности, то есть человеку. Причем не какому-то человеку, а человеку, который, скорее всего, и тебе известен. И, конечно, нам нужно постараться максимально подробно пересказать этот текст. Но самое главное – включить абсолютно все микротемы. То есть абсолютно все абзацы, которые содержатся в приведенном тексте. Но самое главное – понимать логику построения этого текста. Об этом тоже поговорим. Что оценивают при пересказе? Во-первых, это передача всех микротем. Как ты видишь, я не написала, что оценивается максимально подробный пересказ. Со всеми деталями, со всеми датами и даже терминологией. Нет, оценивается передача всех микротем, то есть всех абзацев. Более того, оценивается уместность включения цитаты. То есть насколько логично в самом тексте мы поместили цитату. Ну и в-третьих, это, конечно, способы цитирования. Обычно мы используем просто прямую речь для того, чтобы не допустить никаких ошибок. И, соответственно, есть всего три критерия оценивания пересказа текста. Первый критерий – это сохранение при пересказе микротем текста. И да, я ничего не выдумываю, и это официальные критерии, по которым будет оцениваться твое выполнение второго задания устного экзамена. Первый – это сохранение при пересказе микротем текста. Спойлер – тексты состоят из четырех абзацев. И наша задача – все эти четыре абзаца сохранить. И в этом случае мы сможем претендовать на максимальные два балла по этому критерию. Если мы упустим или добавим хотя бы одну микротему, то это уже один балл. Если упустим или добавим две или более микротемы, то уже ноль баллов. Соответственно, даже здесь в официальном критерии не сказано, что нужно передать каждую дату, каждый термин и все детали, которые содержатся в исходном тексте. Наша задача – передать абсолютно все микротемы. Далее еще один балл мы получаем в том случае, если мы логично вставляем цитату. И еще один балл, если не допускаем никаких ошибок при цитировании. Спойлер – здесь мы пользуемся просто прямой речью. То есть, зачитываем фамилию, имя, отчество человека, которому принадлежит цитата, добавляем «говорил» или «писал» и просто читаем цитату. Этого вполне достаточно. И да, за пересказ можно получить максимально четыре балла. Еще раз. Наша задача – передать все микротемы, уместно включить цитату и, конечно, не допустить никаких ошибок при цитировании. И в этом случае мы сможем рассчитывать на максимум. Ну а теперь про логику текста. Во всех текстах содержится какая информация? Во-первых, это биографическая справка. Род деятельности, сведения о семье. Далее это факты о детстве, учебе, начале карьеры. Естественно, здесь будут раскрываться и глобальные открытия, достижения, созданные произведения, к примеру, если речь идет об известном литераторе. Ну и сведения о наградах, влияние на развитие данной области и память об этом человеке. В целом, любой текст, который может тебе встретиться на устном экзамене, будет иметь такую логику. И да, мы должны понимать, что именно эти факты мы обязательно должны пересказать. Ну что, уже нет страха перед неизвестностью? Пиши, пожалуйста, в комментариях. Еще раз повторюсь, любой текст будет содержать эти данные, потому что любой текст будет посвящен известной личности. И поэтому уже сейчас мы понимаем, что должно быть в нашем пересказе. Как же работать с текстом, чтобы точно дать хороший пересказ? Ошибка очень многих выпускников заключается в том, что они пытаются в попыхах переписать абсолютно все. Но тексты достаточно объемные, а у нас есть всего лишь 2 минуты. Поэтому наша задача, во-первых, у нас есть поле для заметок. В первую очередь мы обозначаем микротемы. Их 4. Далее мы выписываем важные названия и термины в каждой микротеме. Мы обязательно читаем цитату и решаем, в какую часть текста лучше ее вставить. И уже в нашем поле для заметок обязательно делаем пометку. Обычно своим ученикам говорю, пожалуйста, напишите какую-нибудь большую гигантскую букву С. Вот именно здесь после второго абзаца или после третьего абзаца нужно прочитать цитату, чтобы про нее не забыть. Я напомню, что цитата дает нам целых 2 балла. И да, я считаю, что это самые халявные баллы, которые можно получить за выполнение второго задания. Поэтому, пожалуйста, во-первых, не пытайся в попыхах переписать каждое слово. Это невозможно есть всего лишь 2 минуты. Во-вторых, обязательно пользуйся полем для заметок. Но для начала отметь, сколько абзаца в твоем тексте и выписывай только самые важные ключевые слова. Этот текст не новый. Вы уже с ним работаете на протяжении как минимум 4 минут. Было 2 минуты, когда мы готовились к чтению этого текста. Примерно 2 минуты мы его читали выразительно. И теперь у нас есть еще 2 минуты, чтобы подготовиться к пересказу этого текста. То есть текст для нас не новый. Мы уже с ним работаем как минимум 4 минуты. Поэтому, пожалуйста, старайся переписывать к себе в поле для заметок только самые ключевые основные слова, которые точно нужно учесть при пересказе этого текста, чтобы сохранить все микротемы. И не забывай, пожалуйста, про цитату. Прямо отметь в своем поле для заметок место, куда нужно логично вставить цитату. Ну и теперь еще раз 3 важнейших лайфхака. Во-первых, выписывай ключевые слова при подготовке к пересказу. Еще раз, все мы не пытаемся выписать. Мы расставляем цифры по количеству абзацев на черновике, то есть в нашем поле для заметок. Возле каждой цифры выписываем ключевые слова. Слова, которые повторяются. При этом мы соблюдаем логику построения текста. Мы уже знаем, что обязательно должно быть в этих текстах и что обязательно должно быть в наших пересказах. Ну и выписываем важные термины, даты и имена, которые необходимы для восприятия и понимания этого текста. Следующий лайфхак – сокращай слова. К примеру, у нас был абзац. Модест Мусоргский думал о том, как совместить военную службу с увлечением музыкой. Он служил в Преображенском полку, где и организовал кружок любителей музыки. Члены кружка вместе посещали театры, слушали оперу и обсуждали услышанное. И что мы записываем, поскольку у нас есть только две минуты. Мы пишем «служба», «музыка», «организовал кружок», обрати внимание, здесь я сократила, обсуждали оперу. И уже по этим записям мы понимаем, о чем говорится в этом абзаце. И, соответственно, мы пересказываем. Ну и третий лайфхак – нам не нужно запоминать, заучивать цитату или пытаться ее записать к себе в черновик. Она будет лежать перед нами. Но наша задача – просто решить, в какой части пересказа уместно вставить цитату. Поэтому, пожалуйста, сделай себе напоминание о цитате. Поскольку во время пересказа ты сможешь пользоваться полем для заметок и, да, даже зачитывать конкретные предложения из твоего черновика. Туда же, в черновик, в твое поле для заметок. Напиши, где, в каком месте должна быть цитата. И когда ты увидишь эту большую гигантскую букву «с», ты вернешься к цитате и сможешь просто ее прочитать. Главное, пожалуйста, не забудь про цитату. Потому что, если мы ее не вставим, это сразу минус 2. И да, самых простых баллов за выполнение этого задания. Ну вот и все. Теперь мы знаем, что представляет собой второе задание устного экзамена. Обязательно ставь лайк, пиши комментарий, как тебе это видео, что еще разобрать. Ну и, конечно, не забудь подписаться на мой открытый телеграм-канал, который называется «Территория русского языка». Вот QR-код, ссылка под этим видео. А с тобой была Настя Гласная, преподаватель русского языка в онлайн-школе Умскол. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok